Сегодня я расскажу о самых шокирующих подробностях, как жили люди под Германией во время Второй мировой войны. Это реально стоит услышать. Тогда по-другому воспринимаешь то, как люди после войны говорили «лишь бы только не было войны». Я искренне верю, что это видео поможет вам осознать, какую боль причинил фашистский режим советскому народу. После захвата гитлеровской Германии при Балтике, Белоруссии, Молдавии, Украины и ряда западных областей РСФСР десятки миллионов советских граждан оказались в зоне оккупации. С этого момента им пришлось жить фактически в новом государстве. 17 июля 1941 года на основании распоряжения Гитлера о гражданском управлении в оккупированных восточных областях под руководством Альфреда Розенберга создается Импирское министерство по делам оккупированных восточных территорий, которая подчиняет себе две административные единицы – Рейхскомиссариат Осланд с центром в Риге и Рейхскомиссариат Украина с центром в Ровно. Позднее предполагалось создать Рейхскомиссариат Московия, который должен был включить в себя всю европейскую часть России. Далеко не все жители оккупированных Германией областей СССР смогли перебраться в тыл. По разным причинам за линией фронта осталось около 70 миллионов советских граждан, на долю которых выпали тяжелые испытания. Оккупированные территории СССР в первую очередь должны были служить сырьевой и продовольственной базой Германии, а население – дешевой рабочей силой. Поэтому Гитлер по возможности требовал сохранить здесь сельское хозяйство и промышленность, которые представляли большой интерес для германской военной экономики. Одной из первоочередных задач германских властей на оккупированных территориях СССР являлось обеспечение порядка. В приказе Вильгельма Кейтеля сообщалось, что ввиду обширности контролируемых Германией районов необходимо подавлять сопротивление гражданского населения путем его запугивания. Для поддержания порядка командующие не должны требовать подкреплений, а применять самые драконовские меры. Оккупационные власти вели строгий контроль местного населения. Все жители подлежали регистрации в полиции. Более того, им запрещалось без разрешения покидать места постоянного проживания. Нарушение любого постановления, к примеру, использование колодца, из которого брали воду немцы, могло повлечь за собой строгое наказание вплоть до смертной казни через повешение. Германское командование, опасаясь протеста и непоминовения гражданского населения, давало все более устрашающие приказы. Так, 10 июля 1941 года командующий 6-й армией Вальтер фон Рихнау требовал расстреливать солдат в штатском, которых легко узнать по короткой стрижке. А 2 декабря 1941 года издается директива, в которой призывают стрелять без предупреждения в любое гражданское лицо любого возраста и пола, которое приближается к передовой, а также немедленно расстреливать любого подозреваемого в пионаже. Немецкие власти выражали всяческую заинтересованность в сокращении местного населения. Мартин Борман направил в адрес Альфреда Розенберга директиву, в которой рекомендовал приветствовать на оккупированных территориях проведение абортов девушек и женщин ненемецкого населения, а также поддержать интенсивную торговлю противозачаточными средствами. Наиболее популярным методом по сокращению гражданского населения, применявшимся нацистами, оставались расстрелы. Ликвидации проводились повсеместно, людей уничтожали целыми деревнями, зачастую основываясь исключительно на подозрении в противозаконном деянии. Так, в латвийском селе Борки из 809 жителей расстреляно было 705, из них 130 детей, остальных отпустили как политически благонадежных. Регулярному уничтожению подлежали нетрудоспособные и больные граждане. В белорусском поселке Гурки немцы отравили супом два эшелона с местными жителями, не подлежавшими вывозу в Германию, а в Минске только за два дня. 18 и 19 ноября 1942 года немцами было отравлено полторы тысячи нетрудоспособных стариков, женщин и детей. Массовыми расстрелами оккупационные власти отвечали на убийства немецких военных. К примеру, после убийства в Таганроге немецкого офицера и пятерых солдат во дворе завода номер 31 было расстреляно 30 ни в чем не повинных мирных граждан. А за повреждения телеграфной станции в том же Таганроге расстреляли 153 человека. Российский историк Александр Дюков, описывая жестокость оккупационного режима, отметил, что по самым скромным подсчетам, каждый пятый из оказавшихся под оккупацией 70 миллионов советских граждан не дожил до победы. Выступая на Нюрбинском процессе, представитель американской стороны заметил, что зверства, совершенные вооруженными силами и другими организациями Третьего Рейха на Востоке, были такими потрясающе чудовищными, что человеческий разум с трудом может их постичь. По мнению американского обвинителя, эти зверства не были спонтанными, а представляли собой последовательную логическую систему. Еще одним страшным средством, приведшим к массовому сокращению гражданского населения стал План Голода, разработанный Гербертом Бакке. План Голода был частью экономической стратегии Третьего Рейха, по которой от прежнего количества жителей СССР должно было остаться не более 30 миллионов человек. Высвободившиеся таким образом продовольственные запасы должны были пойти на обеспечение нужд германской армии. В одной из записок высокопоставленного немецкого чиновника сообщалось следующее. Война будет продолжена, если верхмот на третьем году войны будет полностью обеспечиваться продовольствием из России. Как неизбежный факт отмечалось, что десятки миллионов людей умрут с голода, если мы заберем все для нас необходимое из страны. План Голода в первую очередь сказался на советских военнопленных, которые практически не получали продуктов питания. За весь период войны среди советских военнопленных, по подсчетам историков, от голода умерло почти 2 миллиона человек. Не менее болезненно голод ударил под тем, кого немцы рассчитывали уничтожить в первую очередь – евреям и цыганам. К примеру, евреям было запрещено приобретать молоко, масло, яйца, мясо и овощи. Продуктовая порция для минских евреев, которые находились в ведении группы армий «Центр», не превышала 420 килокалорий в день. Это привело к гибели десятков тысяч людей в зимний период 41-42 годов. Наиболее жесткие условия были в эвакуационной зоне, глубиной в 30-50 километров, которая непосредственно примыкала к линии фронта. Все гражданское население этой линии принудительно отсылалось в тыл. Переселенцев размещали в домах местных жителей или в лагерях, но при отсутствии мест могли разместить и в нежилых помещениях, сараях, свинарниках. Живущие в лагерях переселенцы большей частью не получали никакого питания, в лучшем случае раздень жидкую баланду. Верхом цинизма являются так называемые «двенадцать заповедей». Бакке, в одной из которых говорится, что русский человек привык за сотни лет к бедности, голоду и непритязательности. Его желудок растяжим, поэтому не допускать никакой поддельной жалости. Учебный год 1941-1942 года для многих школьников на оккупированных территориях так и не начался. Германия рассчитывала на молниеносную победу, а поэтому не планировала долгосрочных программ. Однако к следующему учебному году было обнародовано постановление немецких властей, в котором сообщалось, что все дети в возрасте от 8 до 12 лет, 30-34 года рождения, обязаны регулярно посещать четырехклассную школу с начала учебного года, назначенного на 1 октября 1942 года. Если по каким-то причинам дети не могли посещать школу, родители или лица их заменяющие в течение трех дней должны были предоставить заведующему школой заявление. За каждое нарушение посещаемости школы администрация взимала штраф в размере 100 рублей. Основная задача немецких школ заключалась не в обучении, а в воспитании послушания и дисциплины. Много времени уделялось вопросам гигиены и здоровья. По мнению Гитлера, советский человек должен был уметь читать и писать, а больше ему не требовалось. Теперь стены школьных классов, место портретов Сталина украшали изображение фюрера. Любопытно, что среди школьных предметов появился закон божий, а вот история в ее традиционном понимании исчезла. Ученики шестого-седьмого классов должны были изучать книги, пропагандирующие антисемитизм. У истоков великой ненависти или еврейское засилье в современном мире из иностранных языков остался лишь немецкий. Первое время занятия проводились по советским учебникам, однако оттуда убирали любые упоминания о партии и о произведениях еврейских авторов. Это заставляли делать самих школьников, которые на уроках по команде бумагой заклеивали ненужные места. Социальная и медицинская помощь населению на оккупированных территориях была минимальная. Правда, все зависело от местной администрации. Например, Смоленский отдел здравоохранения в целях оказания помощи русскому населению уже осенью 1941 года открыл аптеку и больницу. Позднее стала функционировать и хирургическая лечебница. С немецкой стороны за деятельностью больницы осуществлялся контроль гарнизонным врачом. Также некоторые немецкие врачи помогали больницам медикаментами. На медицинскую страховку могли рассчитывать только сотрудники администрации или граждане, работающие на немецкой администрации. Сумма медицинской страховки составляла примерно 75% от регулярной заработной платы. Возвращаясь к работе, Смоленской администрации следует отметить, что ее сотрудники в меру возможностей заботились о беженцах. Им выдавали хлеб, бесплатные талоны на питание, направляли в социальное общежитие. В декабре 1942 года только на инвалидов потратили 17 307 рублей. Вот для примера меню смоленских социальных столовых. Обеды состояли из двух блюд. На первое подавались ячневые или картофельные супы, борщ и свежая капуста. На второе была ячневая каша, картофельное пюре, тушеная капуста, картофельные котлеты и ржаные пироги с кашей и морковью. Также иногда подавались мясные котлеты и гуляш. Гражданское население немцы главным образом использовали на тяжелых работах – строительстве мостов, расчистке дорог, торфоразработках или лесозаготовках. Трудились с шести часов утра до позднего вечера. Тех, кто работал медленно, могли расстрелять в назидание другим. В некоторых городах, например, в Брянске, Орле или Смоленске, советским рабочим присваивали идентификационные номера. Немецкие власти мотивировали это нежеланием неправильно произносить русские имена и фамилии. Любопытно, что поначалу оккупационные власти объявили, что налоги будут ниже, чем при советском режиме. Однако на деле к ним добавились налоговые сборы на двери, окна, собак, лишнюю мебель и даже на бороду. По словам одной из переживших оккупацию женщин, многие тогда существовали по принципу «один день прожили». И слава богу. Если вам понравилось видео, я очень старался. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет много из истории СССР.